В последнее время, при поиске машинки, где-то в последний месяц, искал о себе мясорубку и столкнулся с такими комментариями, что люди пишут Ломается мясорубка, ломается мясорубка. Часто, часто, часто пишут. Ломается мясорубка, непонятно по каким причинам. Я начал выяснять эту причину, и я все-таки выяснил. В принципе, не важно какая мясорубка, у нее есть одна деталь. Это называется шнек. На шнеке стоит защитный колпачок, такая вот шестеренка, которая вставляется вот в это отверстие, это ведущий вал. В моем случае, этот защитный колпачок алюминиевый. Есть пластмассовые. Пластмассовых бояться не надо. Внутри болтик. Пластмассовые просто одеваются на шлицы. Это не что иное, как предохранитель. Это не что иное, как защитный колпачок. Сейчас я объясню вообще причину поломок машинок. Как обычно собирает машинку человек не совсем сведущий, не совсем понимающий. Поставил все, поставил все и затягивает. И думает, что он чем туже затянет, тем лучше у него будет мясо рубить. Вы чуть туже затянули, все, шнек у вас уже не прокручивается. Вы поставите машинку, шнек на место, в машинку, и ведущий вал, двигатель, его прокрутить не сможет. Он, если вот не будет вот этой предохранительной втулки, которую вал просто провернет и начнет крутиться в холостую. У вас, если вот этой предохранительной втулки не будет, вот этого колпачка, у вас просто-напросто сгорит двигатель на мясорубке, потому как принудительная остановка данных двигателей не предусмотрена. На нем просто, он клинанет, на нем сгорит обмоткой, и все, и хана. Вот в этих колпачках внутри стоят два шлица, которые при повышенной нагрузке срываются и просто прокручиваются. И все. И получается у нас вот этот ведущий вал крутится просто в холостую. Все. То же самое. То же самое. Если мы сделали все нормально, не стали сильно затягивать. Вот. От руки должно все крутиться здесь. Вот так вот. От руки. Нормально, свободно. Поставили на место. Поставили на место, начали что-то рубить, какое-то мясо. И у нас попалась, ну, нечаянно какая-то кость. Попалась и заклинила шнек. Мотор, если бы не было предохранительной втулки, мотор бы при вот таком клине сгорел бы. Или шестерни, которые внутри стоят, они тоже пластиковые, они бы все там в хлам перекрошились. Но нам помогает, опять же, вот эта втулка. На ней срываются два шлица, она проворачивается. Все. И это, в принципе, расходный материал. Вот эти втулки, это расходный материал. Они продаются прекрасно на озоне на огромное количество разных машинок. Они разные, как я сказал, алюминиевые, пластмассовые. Пластика не надо бояться. Лучше заменить втулку, которая стоит 20-30 рублей, чем у нас сгорит двигатель или придут в негодность шестерни, которые внутри машинки стоят. Вот. Это самые главные составляющие, по каким причинам ломаются мясорубки. Это я выяснял у мастеров на форумах, смотря видосы, общаясь на форумах с мастерами. Вот. Это основная причина. А все остальное, в принципе, это уже какие-то причины. Но это, возможно, не человеческого фактора. Там где-то короткое замыкание какое-то, еще что-то. Об этом мы разговаривать не будем. А это вот именно причина поломки, которая происходит от человеческого фактора. И вот эти вот защитные колпачки, просто многие пишут, а там пластмасса. Не надо бояться пластмассы. Его свернет, и все. Вы его выкинете и оденете новый. Там наборы продаются, если пластиковые. Они что-то рублей 200, там 10 штук стоят, этих колпачков. Алюминиевые чуть подороже. Хотя разницы, в принципе, никакой совершенно нет. Так что не стоит этого бояться, пластика. И, как я и сказал, нужно вот таким вот образом все это делать. И тогда машинка ваша прослужит вам верой и правдой долгие-долгие годы. Все, ребята, готовим котлетки.